Всем привет, с вами Киберэксперт, и это 13-й урок программирования в Delphi для начинающих. Прежде всего, конечно же, мне хотелось бы поздравить вас всех с наступающим Новым Годом и пожелать вам, чтобы ваш код всегда был правильным и грамотным. Поэтому давайте непосредственно перейдем к рассмотрению нашей новой темы. А темой нашего сегодняшнего урока будет полиморфизм в объектно-ориентированном программировании. Ну и для начала давайте же разберемся, что же полиморфизм из себя представляет. Если сказать вкратце, то это такая возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную реализацию. Конечно же, чтобы более понятно рассмотреть такое сложное понятие, как полиморфизм, мы приведем несколько примеров. Итак, давайте пробуем создать какой-либо класс. Нам очень важно, какой мы просто создадим класс. В котором мы будем использовать один из приемов реализации полиморфизма, который называется перегрузка. С помощью перегрузки одно и то же имя может обозначать различные методы. Причем эти методы могут различаться количеством и типом параметров. То есть такие методы могут иметь одинаковое название, но различаться своими аргументами. Давайте создадим класс, и в нем мы опишем два метода. С одинаковым названием. Предположим, это будет метод. И у него будет единственный параметр A типа integer. И давайте создадим еще один такой же метод тест. То есть с таким же названием, но только в качестве его параметров мы будем передавать A и B типа integer. Как видите, эти два метода у нас отличаются только с вами параметрами. Названия у них одинаковые. И мы уже видим, что Delphi нам сообщает о нашей ошибке. Которая говорит о том, что мы используем повторно одно и то же название для нашей процедуры. То есть то, что такое название у нас уже существует. Итак, как же нам решить эту проблему? Решить эту проблему нам поможет перегрузка. Один из возможных способов реализации полиморфизма. После каждого из описания нашего метода тест с различными его параметрами мы укажем директиву Overload. Вот таким образом. И именно эта директива укажет на то, что данный метод является перегруженным. Таким образом мы можем обращаться к методу тест, передавая ему различные параметры. И при этом будет выполняться различная реализация для каждого различного набора параметров. Давайте зададим еще одну процедуру тест, которая будет также перегружена. И мы ей будем придавать еще один параметр C. Теперь давайте перейдем к реализации наших перегруженных методов. Для этого кликнем по названию любого из нашего метода и нажмем сочетание клавиш Ctrl-Shift-C. Итак, мы перешли к реализации наших методов. И что я хочу сделать в этой реализации? Я хочу просто вывести либо число А, либо сумму чисел А и Б, либо сумму чисел А, Б и С. И, соответственно, это будет зависеть от того, какие параметры мы будем передавать нашему методу тест. Ну, и выглядит это будет примерно здесь у нас будет, ну, то есть, ТР А плюс Б, и здесь у нас будет А плюс Б плюс С. Вот таким вот образом. Теперь давайте попробуем проверить, как же все-таки будет работать. Создадим какую-нибудь кнопку для того, чтобы нам было удобнее экспериментировать. И перейдем к реализации события OnClick у этой кнопки. Прежде всего мы должны, конечно же, создать экземпляр нашего класса. Вот видите, это будет вот так вот. tmyclass.create Да, обратите внимание на то, что мы не описывали и не реализовывали никаких своих деструкторов и конструкторов, но мы можем воспользоваться теми, которые у нас существуют по умолчанию. И теперь обратимся к методу тест. Как только мы переходим к указанию параметров для этого метода тест, мы видим появившуюся таблицу, в которой перечислены все возможные наборы параметров, которые мы можем передавать нашим перегруженным методам. И давайте ради примера я укажу здесь 10 и 20. Соответственно, должен быть выполнен вот этот метод и выведена сумма чисел 10 и 20. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Нажимаем на кнопку и да, действительно, мы видим число 30. Ну и давайте попробуем показать здесь еще число 30. То есть теоретически сейчас должна быть выведена сумма чисел 10, 20 и 30. То есть будет выполнен вот этот метод. Запускаем нашу программу. Нажимаем на кнопку и видим число 60. Вот таким вот образом работает перегрузка методов. Теперь давайте мы рассмотрим еще один из, наверное, даже наиболее важнейших способов реализации полиморфизма в объектно-ориентированном программировании в Delphi. И реализуется он при помощи так называемых виртуальных методов, которые мы сейчас рассмотрим. Про виртуальные методы я уже рассказывал в одном из своих лет-кодов. По-моему, это была третья серия. Но давайте мы еще раз рассмотрим, что же такое виртуальные методы. И рассмотрим их на достаточно понятном, не очень сложном примере. Предположим, у нас существует какой-либо магазин, в котором продаются строительные материалы. И нам сказали написать программу, которая реализует простой интерфейс покупки тех самых стройматериалов. И для этого мы решили воспользоваться объектно-ориентированным программированием. И давайте же начнем реализацию нашей поставленной задачи. Для начала давайте реализуем класс T-Product. Это будет представлять себя ничто иное, как какой-либо товар, который можно будет купить. Мы его не будем ни от чего наследовать. И у него будут следующие поля. Ну, например, это будет, конечно же, название. Это будет производитель. И давайте опишем конструктор, в котором мы будем указывать эти самые два параметра. Сразу опишем наш конструктор. Деструктор мы оставим прежним, так как мы не создаем никаких объектов внутри нашего класса. И у нас нет необходимости уничтожать их при удалении экземпляра класса T-Product. Да, также давайте назовем эти параметры new name, new manufacturer, чтобы не произошел конфликт. И параметру name мы присвоим new name. Параметру manufacturer мы присвоим new manufacturer. Вот таким вот образом. И, собственно, задача заключается в том, чтобы реализовать несколько наследованных классов, которые будут реализовывать свои какие-то уникальные интерфейсы для покупок. Для покупок личных стройматериалов. То есть, предположим, это будет кирпич. И при покупке кирпича мы должны указать количество. Предположим, цвет. И, ну, я думаю, этого хватит. И также давайте создадим такой товар, как цемент. И создадим, предположим, обои. Да, возможно, этот пример вам покажется также не очень целесообразным. Но, по крайней мере, в нем мы рассмотрим, как можно реализовывать виртуальные методы в объекте ориентированного программирования. Давайте создадим такой метод. То есть, у нас есть товар. Почему бы не создать метод купить этот товар, которым нам предложат тот самый интерфейс для покупки этого товара? Ну, назовем его очень просто. Buy. То есть, купить этот товар. Но тут у нас возникает как раз-таки очень интересная проблема. Товары-то у нас могут быть разные. То есть, мы сейчас создадим объекты, которые мы унаследуем от Т-продукта. И у них, у каждого из этих классов, которые мы унаследуем от Т-продукта, будет свой интерфейс покупки. Опять-таки, у кирпичей будет их цвет и количество. У обоих, тут положим, будет идентификатор. И, возможно, количество рулонов. И также у нас будет цемент, в котором мы будем передавать количество килограмм при покупке этого цемента. Однако, я хочу вызывать интерфейсы покупки какого-либо из дочерних классов, при этом обращаясь к методу Buy. Не у какого-либо из дочерних классов, а непосредственно у класса Т-продукт. Я считаю, это будет мне гораздо удобнее, так как я могу хранить какой-то массив этих продуктов и обращаться при покупке этих Т-продуктов, используя метод Buy у Т-продукта, а не пытаясь узнать, какого у нас типа этот Т-продукт, то есть, кирпич, обои или цемент. А вызывая просто метод Buy, который же сам выполнит тот интерфейс покупки, который присущ типу этого унаследованного объекта. И как раз таки в этом мне и поможет так называемый виртуальный метод. В нашем случае виртуальным методом будет являться вот эта самая процедура Buy. Для того, чтобы сделать какой-либо метод класса виртуальным, нам достаточно лишь показать директиву Virtual, просто описание нашего метода. Итак, виртуальный метод – это метод, который мы можем перегрузить в классах-наследниках. То есть, таким образом мы можем реализовать специфические действия для какого-либо потомка этого класса. И давайте опишем также наши унаследованные от класса Т-продукт. Реализуем класс Т-брикс, который мы унаследуем от класса Т-продукт. И у него мы опишем тот же метод Buy, только укажем после него директиву Override, которая говорит о том, что мы перекрываем виртуальный метод родительского класса. Не путайте, пожалуйста, директиву Override с директивой Overload. И внутри этого метода Buy мы реализуем интерфейс покупки кирпичей. Теперь давайте реализуем интерфейс покупки обоев. Т-болл, пейпер, также унаследуем от нашего класса Т-продукт. И у него также будет существовать метод Buy, который будет перегружать родительский виртуальный метод. И, соответственно, что мы там хотели, мы хотели еще цемент добавить. Т-цемент будет вот так, у нас класса Т-продукт. У него будет такой же метод Buy, который будет перекрывать родительский виртуальный метод. Нажмем сочетание клавиш Ctrl-Shift-C и реализуем каждый из наших методов Buy, для которых будет реализован интерфейс покупки. Вот от этого слова Inherited мы избавимся, так как у нас нет ничего интересного. Вот в этом методе давайте уже непосредственно реализуем сами интерфейсы покупки. Делаем мы это при помощи очень удобного диалогового окна InputBox. Что же делает InputBox? InputBox вызывает окошко, в котором существует текстное поле, и введенное значение в это текстное поле будет передано в качестве значения функции InputBox, так как InputBox это функция. И мы хотели, чтобы у кирпичей было их количество, count и цвет халла. Итак, мы это считывать будем из нашего InputBox, то все эти данные будут представлены в строковом типе. То есть, давайте сначала укажем цвет, color, InputBox, заголовок. В заголовке мы должны будем передать... Покажите количество кирпичей. Здесь мы можем указать содержимое той надписи, которая будет находиться рядом с текстовым полем, в котором мы будем вводить в этом окне. То есть, положим, это будет... Впишем количество и двоеточие поставим. И здесь значение по умолчанию. Выпускай 100. Ну, давайте укажем 100 кирпичей. И здесь мы будем получать цвет наших кирпичей. Давайте сначала нарушить цвет, а затем количество. Вот, и здесь укажите цвет. Цвет кирпичей. Изначально будет установлен красный. Давайте в результате будем выводить цену наших кирпичей при помощи процедуры show message. И, то есть, у каждого интерфейса будет вычисляться свое значение цены. И, то есть, у каждого интерфейса будет вычисляться. И, то есть, у нас даже нет никакой необходимости реализовывать метод buy у нашего класса t-продукт. Так как всю реализацию берут на себя методы дочерних классов. И поэтому мы можем сделать наш метод buy у класса t-продукт, помимо виртуального, еще и абстрактным. Абстрактный метод характерен тем, что можно пренебречь его реализацией. Если мы не будем указывать абстракт, то компилятор, понятно, будет ругаться на то, что он не видит реализации у метода buy класса t-продукт. Поэтому давайте все-таки укажем директиву абстракт. И, таким образом, мы будем пренебрегать реализацией. И, соответственно, при вызове вот этого вот метода buy у класса t-продукт, будет вызываться какой-то дочерний метод buy у какого-либо из этих дочерних классов, которым является данный объект. Итак, давайте воспользуемся нашими классами, создадим нашу кнопку и, предположим, у нас будет массив из наших товаров, у которых всего три, off-t-продукт. И мы создадим наши продукты. Первое. Это у нас t-bricks.create. Как видите, мы, обращаясь к конструктору нашего класса t-bricks, мы обращаемся к конструктору родительского класса t-продукт. То есть, этот конструктор наследуется у класса t-продукт. Соответственно, мы здесь указываем название, кирпичи. Ну, это, как бы мы этим полям не пользуемся. Поэтому мы идем здесь, что-то типа такого. И они существуют только ради примера. И так же мы создаем два остальных элемента нашего массива. В нем мы создаем обои и цемент. Вот таким вот образом. Давайте вообще лучше поместим вот это создание в событие онкредиту формы, чтобы наши товары создавались во время создания нашей формы. А переменную a, то есть наш массив a, мы сделаем глобальным. То есть, поместим его вот сюда. То есть, таким образом мы сможем обратиться к нашему массиву a из любого метода, из любого, любой процедуры, функции в этом модуле. Итак, теперь мы давайте реализуем несколько кнопок. Будет кнопка Купить Кирпич Далее будет кнопка Купить обои И будет кнопка Купить цемент Соответственно, каждая из этих кнопок Будет вызывать Соответственно, каждая из этих кнопок должна будет вызывать интерфейс покупки. При нажатии на Купить кирпич Мы будем вызывать Заметьте a1.buy Мы вызываем наш виртуальный, наш абстрактный метод By Который вызовет, соответственно, если это кирпичи А это у нас кирпичи То будет вызван вот этот вот Метод дочернего класса T-Brix Вот таким образом Теперь мы то же самое сделаем с обоими Только будем вызывать a2.buy И мы то же самое сделаем С цементом Так, пришло время проверить Как хорошо это будет работать Предположим, я хочу купить кирпич И мне предлагают Указать цвет наших кирпичей Ну Пускай цвет будет Не знаю Зеленый Не знаю, бывают ли такие или нет Но давайте попробуем купить такие Нажимаем ОК И мы видим Нас просят указать их количество Ну, пускай тысячи кирпичей Нам, я думаю, хватит И мы видим И мы видим Тот результат Который нам говорит Наш интерфейс покупки Наименование кирпич зеленый И цена нам И считали 10 тысяч Рублей Хотя непонятно, чего Рублей или не рублей Ну, не важно Так Давайте теперь Закупим обои Кирпичи мы уже купили Нас просят ввести их Идентификатор Мне больше понравились Обои с номером 500 И я хочу купить Десяток таких рулонов Ох, нам насчитали Целых 50 тысяч Нам насчитали Целых 50 тысяч Каких-то условных Единиц И тут же я вспомнил Как же я буду Квать кирпич без цемента Давайте все-таки Купим цемент И у нас просят Указать массу цемента Я думаю Килограмм 30 Мне хватит Хотя, не знаю Ну, позже Хватит И за это мы заплатим Всего лишь 1500 рублей Вот такой вот Интересный Забавный пример У нас получился Как видите Виртуальные методы Бывают очень полезными Что самое интересное То, что В нашем массиве Хранятся элементы Т-продукт Однако Мы их создали Как кирпичи Как обои Как цемент И, соответственно При вызове Метода Бай У этого Т-продукт Мы должны вызывать Соответственно Метод нашего Дочернего класса Бай У Т-брикс У Т-воллпейпер И у Т-цемент Соответственно По себе могу сказать Что виртуальные методы Лично мне Очень пригодились Во многих реализациях Моих программ И советую вам С ними Как следует Разобраться Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии Задавайте вопросы Хорошо вам отметить Новый год С вами был Киберэксперт Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok